Илита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Мы продолжаем рассматривать изменения от нового патча 6.84. Это четвертая часть. Кто не видел прошлого, нажмите вверху слева на аннотацию. Вот такое было у нас вступление. Ну что ж, самое главное, самое сладкое, что я оставил напоследок. Вы уже увидите. Вы видите это перед собой. Что же это такое? 8 предметов лежат, а? Давайте сначала скажу самое главное. Я заметил, что очень много игроков и комментаторов начали обсирать эти вещи. Они просто боятся их. Боятся. Они не привыкли. Моя задача показать вам, что не надо бояться. Собирайте эти предметы в каждой игре. В этом видео, посмотрев это видео, вы должны понять, что эти предметы нужны нам. И что они логичны. То есть, каждый предмет, он логичен. И он нужен в доте. То есть, как бы, ты понимаешь, что его не хватало. Ну давайте приступим. Первый предмет это Enchanted Mango. Манго. Манго. А, еще, кстати, я буду говорить про каждый предмет и примерно, кому он нужен. То есть, я буду приводить к примеру одного героя. Ну, про манго он, в принципе, всем нужен. Когда у нас он лежит в инвентаре, плюс один к регену здоровья. Когда используем, моментально, плюс 150 восстановления маны. Смотрите, использовали на себя. Опа, восстановили. Можно на себя, можно на союзника. Все. У него, самое главное, очень красивый эффект использования. Их можно покупать хоть миллион. Кстати, да, видите, они не складываются в один слот. Не знаю, почему так сделали. Вот. Пу, пу. На себя используем на союзника. Отлично. Идем далее. Lotus Orb. Lotus Orb. Lotus Orb. Вот она, орба наша. Тоже великолепный предмет. Я иногда буду подсматривать, что он делает. Потому что я сам не помню все наизусть. Но, конечно, все эти предметы я эти знаю. Я все эти предметы уже собирал в игре. Вы спросите мое мнение? Я очень доволен. Продолжаем. Продолжаем далее. Здесь, в общем, у нас щиток. Великолепный предмет. Его не хватало в игре. Насколько я помню, ни у одного героя нету способности, которая бы отражала. Ну, кроме там Блэд Мэйл. Это понятно, например, кто-то ультанет Блэд Мэйл. Там Леона или Лина. Она... Они получат в ответ урон. Но здесь немного другое. Короче. Здесь мы можем накладывать или на себя щиток, или на союзника. При этом все заклинания идут в отражение. То есть, например, Свен кидает стан, и в ответ получает стан. Но, заметьте, щиток нас не дефает. Мы также получаем и урон, и оглушение. Но! Щиток работает только на целенаправленные заклинания. На АОЕ не работает. Например, Тайд. Смотрите. Я накладываю щиток. Тайд ультует. В итоге он в ответ ничего не получает. Великолепный предмет. Вот его не хватало в доте. Реально не хватало. Как я и обещал, кому собирать. Этот предмет идеально подходит Аксу или Квакверку. Профит. Идем далее. Выкидываем эту шляпу. Далее у нас Глиммер Кейп. Глиммер Кейп. Глиммер Кейп. Подбираем. Это у нас Инвиз. Короче, мы можем или на себя, или на союзника накладывать Инвиз. При этом, смотрите, если мы ударим из Инвиза, мы его потеряем, и потом возвращается обратно Инвиз. Там задержка 0,4 секунды. Когда мы накладываем Инвиз, также у нас повышается сопротивление магии. 66%. Да. Видите, все помнит. Все помнит мой мозг. То есть, накладываем Инвиз, у нас повышается сопротивление магии 66%. Но, когда мы выходим из Инвиза, например, нас палил, да, человек? Когда мы уходим из Инвиза, у нас спадает сопротивление. То есть, сопротивление работает только во время Инвиза. Тоже неплохой предмет. Ну, как, средненький предмет. Почему бы и нет? Он с Инвизом быстро спадает. Но идеально подходит, чтобы спасать союзников. Очень хорошо подходит. Идем далее. Так, далее у нас... Гарди Грейвс. Гарди Грейвс. Вот он. О-о-о-о. О-о-о. Господи, му-му-му-му. Это просто шедевр. А, ну, про этот предмет забыл сказать. Кому собирать можно Глиммер Кейв? Честно, не знаю. Не знаю, кому его собирать. Не знаю. Ну, само собой, скорее всего, собирать саппортом. Хотя, смотрите. Ну, он увеличивает скорость атаки и сопротивление магии дает. Потом еще сверху накладывает сопротивление магии. Сколько он стоит? Так, сейчас, секундочку. Стоит он дорого? А, смотрите. Нет, не только саппортом. Он стоит примерно, ну, всего лишь 1900. В принципе, хороший артефакт. При этом у вас будет большое сопротивление магии. И кд. Слушай, фиг его знает. Я не знаю. Его можно собирать или саппорту. Видим, например, можно какому-нибудь герою. Фиг его знает, короче. Сложно сказать про этот артефакт. Далее идем. Guardian Graves. Вот он у нас. А, вот это вот шикарно. Это уже понятно, что... Любому саппорту собирать в первую очередь дерево. Я уже играл за дерево много раз с этим артефактом. Просто шедевр. Это такой шедевр. Так, у меня он ваттефакт выключен? Подожди секунду. Да, выключен. Хорошо. Так, ну давайте разберемся, что это такое. Ну, во-первых, это у нас... Ой, извиняюсь. Так, секунду. У меня авария. Секунду. Все. Это у нас скрещенные арканы плюс мека. И плюс очень дорогой рецепт. Нереально дорогой. Нереально. Что делает предмет? Когда мы его активируем, он восстанавливает нам здоровье и ману. Но у него самое главное. Это пассивка. А какая уже у него пассивка? Куча аур. Вы понимаете? Вы, например, можете подумать, играя за героя. Блин, надо что-нибудь собрать, какую-нибудь ауру для своих союзников. Вот вам ответ. Куча аур. При этом активный реген хп и мп. Так. Секунду, я потерялся. Где я? Так. Гвардинг. А, ну вот. Пассивка про ауру я вам рассказывал. Ну, там плюс защита, плюс реген здоровья. Также, когда у вашего союзника меньше 20%, он получает плюс 15 защиты. Вы понимаете? Плюс 15. Вот так он работает. И самое главное. Он не требует маны. Если, например, если мы собираем эту санную меку, да, она требует 225 маны. Извините меня. А когда мы ее апаем в сапог, да, в этот новый тапок, он не требует маны. Это шикарный артефакт, например, опять для дерева. Я обожаю. Просто обожаю. Поэтому рекомендую. Этот тапок собирайте на всех саппортов, кому бы вы собирали меку. Идем далее. Далее, далее. Дальше у нас идет муншард. Муншард. Ой, ой, извините, ляюсь. Вот он. Так, что это у нас такое? А, да, да, тоже необычный предмет. Смотрите. Когда он лежит у нас в инвентаре, у нас увеличивается радиус обзора. Заметьте, здесь этого не написано. Здесь ошибка. Пассивка. Увеличивает радиус обзора ночью. Но здесь забыли написать. Только тогда, когда он лежит в инвентаре. Смотрите, самое главное. Во-первых, он собирается очень тяжело. Вы видите, дорогие предметы. Самое главное. Если у нас он лежит в инвентаре, он увеличивает скорость атаки на 120. Но, если мы его используем, то слот освобождается, но у нас будет всю игру висеть баф. Но, если мы его используем, он будет увеличивать всего лишь скорость на 60. То есть не 120, как раньше, а 60. Два раза меньше. При этом у нас не будет работать увеличение обзора ночью. Смотрите, вот я увеличиваю. Сейчас у меня скорость 247. Используем на себя. Опа. 187. То есть мы потеряли часть скорости, половину от этого артефакта. Теперь навсегда увеличена скорость. Я не знаю, есть ли смысл использовать его на себя. То есть потерять половину скорости ради чего. Я бы не советовал. Ну, в принципе, если у вас полно денег, можно освободить себе слот. Не, в принципе, это можно, да. То есть вы можете собрать этот артефакт на какого-нибудь лейтовика. А уже прям в тяжелом лейте, когда у вас уже будут прокачаны герои, скорость будет хорошая. Этот предмет можно уже на себя использовать. И освободить слот для других предметов. Кому он нужен? Можно, да, в принципе, и любому лейтовику. Любому. Шикарный предмет. Скорость 120 атаки. 120. Вы чуете запашок? Запашок. Ну, стоит он невероятно дорого. Невероятно. 4 300. Ладно. Идем далее. Дальше у нас Силээндж. Силээндж. Вот он. А, это у нас, смотрите, опять, как это собирается. Это у нас смесь. Смесь Shadow Blade и Силээнджи. Очень хороший артефакт. Это что-то типа апгрейда Shadow Blade. Смотрите. Ой, есть очень большое описание. Ну, я по памяти сейчас вам расскажу. Ну, самое главное, ну, опять же, нам дает он инвиз. Из инвиза мы не как раньше от Shadow Blade наносили 175 урона. Теперь мы наносим 225. Правильно, да. Также мы отключаем пассивные способности цели и уменьшаем весь наносимый урон от этой цели. Давайте теперь сейчас быстренько включим в этофак. Все, я вам покажу. Смотрите. Входим в инвиз. Ударяем. В итоге, видите, отключаем ему пассивку и уменьшаем, получаем от него урон. И есть шанс, есть шанс. Это уже шанс срабатывать как раз от нашего Сэнджи, да. Что он будет замедлен на 40%. Все очень просто. Еще раз говорю, все логично. Просто два предмета, как вот, как этот тапок, да. Его объединили Арканы плюс Мека. Здесь то же самое. Здесь у нас Shadow Blade плюс Сэнджи. Взяли и объединили. Их эффекты остались и стали сильнее. То есть мы опять же можем входить в инвиз, ударять врага, больше урона наносим. При этом пассивки врага отключаем. Поэтому хорошо покупать этот предмет против врагов, у которых есть пассивки. Типа там фантомка и так далее. И также есть шанс, что сработает замедление от Сэнджи. Ну и все, в принципе, так. Все у него, да? Ну да. Все. Так, идем дальше. Великолепный предмет. Все очень просто. Его тоже можно собирать любому лейтовику, которому вы собирали Shadow Blade. Например, Насларка великолепно подходит. То есть вы раньше собирали Насларка и Shadow Blade, теперь вы можете собирать этот предмет. И опять же говорю, что этим предметом хорошо контрить фантомку. Идем далее. Далее. Что у нас? У нас идет дальше Solo Class. Ох, какое великолепное произношение. Напомню вам, я учил немецкий, я английский не знаю. Каждое это слово английское, я до этого видео, я в Google Translation изучал, как оно произносится. Понимаете, какая работа? Только ради вас, ради этого видео. Ладно, идем дальше. Так, что у нас здесь? А, ну во-первых, этот предмет дает нам плюс 30 к уклонению. Также у него есть очень интересная активка. Если мы используем его на союзнике, мы даем ему плюс 10 брони и плюс 30 к вороту. Если мы используем на враге, мы отнимаем у него 10 брони и даем ему 30% шанс промаха. Смотрите, на себя использую. Так, на себя я не могу использовать, потому что он у меня уже лежит. Мы можем только на союзнике использовать. Он нам и так уже дает, видите, уклонение 30%. Вот у него плюс 6, опа, плюс 10. Появляется у него уклонение. Давай, сейчас покажу вам еще раз. Так, делаем вот так. Начинает бить. Давай промахи. На промахи. Во, во, миссы идут. Мисс, мисс, мисс планета 2015. А теперь мы давайте сейчас сделаем на врага. Отнимаем у него броню. О, какая красивая анимация, вы видите? И он должен промахиваться. Ну давай, давай. Во, промахи идут. Вот и все. То есть, опять, предмет тоже элементарный. Собирайте предмет, как саппорт. Например, венга. Великолепно. Она собирает медальон, да, чтобы уменьшать броню. Теперь собираю этот артефакт. И как ни странно, как ни странно, он тоже логичный. И он собирается из двух предметов. Посмотрите, мои друзья. Тот самый медальон и на уклонение. Но, опять же, для венге отлично подходит. Да, это для любого героя. Шикарный предмет. Еще раз. Если мы накладываем на союзника, мы увеличиваем у него броню. И даем 30% шанс на уклонение. Если мы накладываем на врага, мы уменьшаем ему броню. И накладываем 30% шанс на промах. Великолепный предмет, как для саппорта, в первую очередь. Чтобы помогать своим тиммейтам, своим кэрри. Ну и последний артефакт. Это Октарин... Как он называется? Подожди. Октарин Корр. Как-то так. Ладно, извиняюсь. А, очень интересно. Очень интересный предмет. О, какой интересный. Знаете, он мне чем-то уже напоминает РПГ. Вот этот предмет... РПГ напоминает. Типа, вы кольцо собрали в игре и все. Смотрите. Что он делает? Во-первых, он уменьшает перезарядку всех способностей на 25%. Навсегда. Когда он лежит у вас. Смотрите. Выкладываем эту шляпу. У нас КД 70 секунд. Вы видите. Подбираем. КД 52,5. Артефакт шикарный. Шикарный. Он дорого стоит? Ну, дороговато. 6 тысяч, да. Дороговато. Ну, это жестко. Если у нас... А, 37 секунд потом будет у нас КД. Также у него еще есть способность. Это магический вампиризм. То есть вы будете регениться от урона магии. Ну, например, Свен. Так, сначала давайте меня сейчас побьют. На, бёс. На, сдохни, тварь. Подохни. Ладно, все, спокойненько. Бьем по лицу ему. Опа. Вот вы видите, я регениюсь. Реген, конечно, не такой уж и сильный идет. Столько там процентов? Вампиризм 25 от героя и 5 от крипов. Ну, и все. И другие статы поднимают. К интеллекту прибавляет здоровье. Мана, реген здоровья. К регену маны. Шикарный артефакт. Самое главное даже не этот вампиризм. Хотя он, в принципе, тоже будет не лишний. Самое главное это уменьшение КД, вы понимаете? Самое главное уменьшение КД. Вот и все. Мы рассмотрели досконально все эти 8 предметов. Так, это я показывал уже. Он собирается через это... Это через это. Так, понятно, да. Я вам, по-моему, не все показал, через что он не собирается. Это мы смотрели уже. Сейчас быстренько пробежимся. Подождите. Так, это я показывал. Какое-то я не показывал. Это я говорил уже. Мека плюс арканы. Ой. Блин, лотус просрал. Нет, нет. Я куплю. Хотя можно здесь посмотреть. Где наш лотус? Да, через персик и через броню собирается. И там последний у нас остался. Это у нас... Ага. Ну, понятно, что если инвиз... Ну, опять же, логично. Там у нас Глиммер Кейп. Опять же, логично собирается. Через амулет и через Клок. Просто великолепно. Я считаю, это самые логичные предметы в доте. Они просто... Несколько предметов объединили и улучшили. Ну, все. Мы рассмотрели 8 предметов. Все. Я потратил целых 17 минут на 8 новых предметов. При этом я постарался вам все рассказать. И мне кажется, мне это удалось. Я думаю, вы все поняли про эти предметы. Все, что можно было. И, к сожалению, мы уже, наверное, завершаем обзор изменений нового патча. Хотя, я потом еще говорил, да, выпущу отдельные видосы. То есть, это не будет продолжение этих частей. А это будет отдельный видос. Каких героев апнули и так далее. Короче говоря, еще будет очень много видосов. Так что, всем спасибо за просмотр. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал. ПОДПИСЫВАЛ. 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 ПОДПИСЫВАЛ.